Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвок и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива» с вами Юрий Гемельфарк и Александр Глусенко. Тут днями два совершенно замечательных человека. Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов и депутат Государственной Думы от фракции «ЛДПР» Юрий Волков внесли такой интересный законопроект в Госдуму. Они предложили обязать россиян без официального места работы, то есть читая безработных, самостоятельно выплачивать страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Я даже приведу цитату, которую сообщил российской газете Сергей Вострецов. «Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов». Саш, вот объясни, пожалуйста. Я, во-первых, по-честному не могу понять, вот, самого главного. А как они намерены определять, безработный человек, небезработный? Ну, в принципе, этого сделать невозможно. Не, определить можно при помощи, так сказать, налоговой инспекции. Делается запрос, или сама налоговая инспекция готовит какой-то пакет документов и докладывает соответствующие органы, или сама берет на контроль то, что у человека нет так называемого работодателя, который отчисляет налоги. Пенсионный фонд берет на контроль, почему гражданин Иванов, Петров или Сидоров не выплачивает вот эти самые 30,2% от своего дохода. Но, в принципе, установить, что он работающий или не работающий, или он не самозанятый, или он не индивидуальный предприниматель, можно только при помощи полицейских мер. Как во времена Юрия Владимировича Андропова ходить по улицам, патрули, полицейские, ФСБшники там, или я не знаю кто, будут останавливать человека, проверять документы и спрашивать, а где вы работаете? Ну, вот элементарный вопрос, понимаешь, вот сейчас вот здесь вот идет ремонт, в это помещение, вот где я нахожусь, идет ремонт. Ко мне приехала бригада мужиков, сказала, вот здесь мы тебе монтируем книжный шкаф, вот здесь мы тебе ставим новое окно. Я что у них спрашиваю, лицензию, кем они работают, где работают. Я с ними в интернете списался, или через друзей там вышел на них, взял вот эти несчастные там 5 или 7 тысяч, которые им нужно за это дело заплатить, вот просто отдал и все. В принципе, в данном случае работодателем, наверное, являюсь я, да? И никуда никому я ничего платить не хочу, и не собираюсь я выяснять, отчисляют они в свой этот самый фонд социального страхования, или там в фонд обязательного медицинского страхования, или в налоговую инспекцию. Моя задача, как гражданина, не заниматься вот этой ерундой, как перекладывание бумажек с места на место, или подписание каких-то дурацких договоров. Моя задача достичь элементарного человеческого нормального благосостояния, так же? Ну да. Но у меня тогда другой вопрос, Саш. Ведь отчисления в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, в фонд медицинского страхования, это процент от начисленной зарплаты. Я не понимаю, а как они собираются обязать людей платить? На основании чего? Какой ставки? Только полицейскими методами. Только полицейскими методами. Мы берем в широком плане. Это могут быть там приставы, могут быть там налоговые инспектора, но я имею в виду полицейские в целом контрольно удушающими такими методами. Потому что выяснить это невозможно. Ну, например, знаешь, какой еще метод возможен? Человек на каком-нибудь авито, мужик написал, делаю ремонт, или там, вспашу огород. То есть надо его вычислить этому инспектору, или там, полицейскому, или, я не знаю, там, чекисту. Позвонить ему и сказать, гражданин Петров там, вспашите мне огород. Гражданин Петров говорит, да, я к вам сейчас приеду на собственном тракторе вместе со своей лопатой, там, с граблями и со всем остальным, и спашу вам огород, да. Он приезжает по указанному адресу, там его ластают, крутят руки и говорят, а, гражданин Петров, а почему ты на этом тракторе приехал сюда на мой огород? Он говорит, ну как, ты позвонил, попросил вспахать. Он говорит, а, а я провокатор, я тебя попросил вспахать для того, чтобы потом тебя взять за жабры и выяснять вопрос. Почему, зачем и как ты производишь вот эти все работы, которые не предусмотрены трудовым договором, договором показаний услуг, гражданско-правовым договором, таких форм договоров, очень много. Вот, только оперативно полицейскими нету, другого нету. Но меня очень зацепило то, что вот этот единоросс Сергей Вострецов, он предложил штрафные санкции как при уклонении от уплаты налогов. Я напомню нашим зрителям, что есть такая замечательная статья 1.9.8, 198-я статья УК Российской Федерации, это уклонение физического лица от уплаты налогов. И по этой статье предусмотрено штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода, осужденного за период до 2 лет, либо лишением свободы до 1 года. Замечательно. Вот, Саш, у меня тогда, я не могу отделаться от ощущения, что мы вступаем в какую-то эпоху продоразвертки 2.0. Совершенно четко. Вот весь, наверное, последний год, даже может быть больше, вот с тех пор, как началась вот эта эпопея, связанная с пенсионной реформой, с увеличением налога на добавленную стоимость, с увеличением различного рода сборов. Ты понимаешь, то президент, то председатель правительства заявляет, что налоговая база увеличиваться не будет, вернее, налоговые поборы вот эти увеличиваться не будут, а на самом деле кругом, на каждом шагу, то увеличение акцизов, там, включая тот же бензин, там, включая, там, те же, там, я не знаю, табачные изделия, алкоголь, там, еще что-то. Сейчас, слышал же, на колбасу какой-то там акциз хотят поднять. Да, с колбасой это вообще во. При этом госпожа Голикова сослалась на то, что они исполняют рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. При этом какой-то чиновник, даже ВОЗ, он был вынужден ответить госпоже Голиковой, что никогда Всемирная организация здравоохранения никаких рекомендаций по поводу колбасы не давала. Что за бред, что за дичь. А также Голикова, по-моему, или кто-то из Минздрава заявил еще также такое, что колбаса это канцероген, рак от нее. Ты знаешь, Саш, мне это напоминает советские времена, когда объясняли, что масло вредно, что там мясо вредно. Я даже припоминаю, был такой анекдот про то, как лектор общества знаний приезжает в войсковую часть и рассказывает о том, что мясо очень вредно. Рассказывал, рассказывал, говорит, ну, товарищ солдат, приведите, пожалуйста, примеры, как мясо вредно. Один солдат тянет руку, а от мяса ноги мерзнут. А как это? А как? Да, если, говорит, поесть вечером мясо, то ложишься спать, тут наступает эрекция, одеяло приподнимается и ноги мерзнут. Вот ведь это что получается, ты понимаешь? То есть мы доходим до маразма, но смеяться над этим можно сколько угодно. Но ты понимаешь, что вот я не могу отделаться от мысли, что наступает вот этот срок Путина, начиная с 2018 года, это совершенно четкая эпоха грабежа. Причем грабежа неприкрытого. Возьми, опять же, дважды будет повышен тарифы ЖКХ, будут повышены в 2019 году, там, по-моему, в начале года и в середине года, да? Хотя, по идее, они должны повышаться один раз. Повышаются якобы в связи с тем, что повышен налог на добавленную скорость. Ну, вообще-то это абсурд. Вы сами подняли налог, и в связи с этим народ должен платить почему-то больше. Я так понимаю, что разграблено и украдено уже все. И теперь вот просто, чтобы государству выжить, чтобы содержать там какие-то управленческие органы, может быть, какие-то силовые органы, сейчас надо выжимать все из населения. 25% из которого, а может быть, даже и больше, потому что 25% это более-менее официальная статистика, да? Но мне кажется, что гораздо больше людей живет ниже прожиточного уровня, ниже уровня бедности. Ну, просто это можно наблюдать. Это можно даже на улице. Зайди в любой магазин, в любую аптеку. Вот вчера, я очень редко бываю в магазинах, но вчера я ездил в один тут отдаленный район города Саратова, мне просто нужно было вот по делам, связанным с ремонтом, да? Стоит передо мной женщина в очередь, а я зашел элементарно, там, что-то, по-моему, пакет кефира купить, чтобы в обед выпить, там, вместо обеда. Она покупает пакет каких-то рожков, там, макаронных, знаешь, вот макаронные изделия, да? Что-то такое, типа... То есть набор исключительно из углеводных дешевых продуктов. Макароны, вот это вот, что-то такое, а, картошка и хлеб. Все, больше ничего нет. Причем хлеб самого низкого сорта. Я смотрю, у нее в этой корзинке нету ни молока, ни овощей, ни фруктов. И она с таким задумчивым видом, повесив, грубо говоря, клюв, как говорят в народе, тихонечко расплатилась за какие-то там 80-90 рублей и ушла. Вот это то, что на 3 500 ей предложили кушать, да? В месяц. Я посмотрел, а как может человек, вот она, корзинка, в принципе, полная, да? Но там только макароны, картошка и хлеб. Я посмотрел, а как так можно жить? И передо мной буквально стояло двое или трое таких покупателей. Вот до чего народ, в принципе, доводит. Ну, что делать? Да потому что дерут по черному. Но тогда, Саша, у меня в заключении один только вопрос. Вот население грабит. Причем грабят уже не прикрыто. Вот дело даже не в этом законопроекте, в Стрецово-Волково, а дело и в других вещах. Ну, например, вот это предложение о том, что изобращать в пользу государства так называемые невостребованные вклады. То есть, читай, те вклады, которые просто лежат и которые никто не трогает. А это совершенно очевидно, что это попытка экспроприировать гробовые деньги. Суть вопроса. Населению-то что делать? Как защищаться самим людям? Тут на днях, буквально сегодня, сегодня с утра по радио услышал выступление Сергея Удальцова. Он интересную мысль предложил. Подавать иски о компенсации морального вреда в связи с пенсионной реформой. Вот та реформа, которая у каждого человека отняла по 5 лет жизни. И по 5 лет заработка. Что такое моральный вред? Это расстройство здоровья, ухудшение настроения, наступление депрессии и так далее. А почему человек не может в суде доказать, что в связи с увеличением его пенсионного возраста на 5 лет, у него не наступило расстройство здоровья? Вот это доказать очень несложно. Ты просто не раз в месяц ходи к врачу, а ходи к врачу, конечно, истинно. Это проще доказать, даже не надо для этого ходить к врачу. Был прецедент. Я напомню, дело Пуссерае, когда вызывали свидетелей, которые просто заявляли, что они испытали тяжкие моральные страдания. То есть есть прецедент, есть судебное решение. То есть человек может заявить, да, я испытал моральные страдания, я в депрессии, я, так сказать, очень расстроился и так далее. Это вполне возможно. И я тоже выдвигаю предложение, что я считаю, что россиянам надо срочно забирать деньги из банков. Их отнимут, их изымут. Более того, любая маломальски значительная сумма на банковском счету, а под значительной суммой, я понимаю, ну какие-то деньги больше там 50 тысяч рублей, то есть гробовые, а она будет как красная тряпка. Тем более, я напомню, что еще в сентябре Министерство внутренних дел предложило, обратилось в Министерство труда с письмом за подписью господина Колокольцева с просьбой разрешить досудебное, досудебный доступ к счетам россиян. Досудебный, то есть по сути дела любой участковый он может запросить банк и задать вопрос, а сколько там у Васи Пупкина лежит денег на счете. То есть надо забирать деньги и делать это срочно, в срочном порядке. Давай тогда подведем итог. Два элемента. Первое, забирать деньги из банков, раз. И второе, подавать в суд на моральный вред. Смотри, повышение акцизов, повышение НДС, повышение увеличения пенсионного возраста, все это может быть, чтобы вызвать лихорадку в этих судах. Представляешь, если вот миллионный город, да, придет каждый там гражданин и напишет, что у меня наступило расстройство здоровья или ах, как мне плохо, что я даже кушать не могу, там, типа такого, так вот ненавижу, да, вот, у меня наступило расстройство здоровья или там депрессия, прошу возместить мне моральный вред. Представляешь, как вот, как будет идти этот процесс. То есть, эту машину, чтобы заклинило, вот так надо себя вести, я считаю. Полностью согласен. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу светлой идеи депутата от Единой России Сергея Вострецова и депутата Государственной Думы от фракции ЛДПР Юрия Волкова по поводу штрафов на безработных граждан за неуплату взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Но я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok